Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Антонио Ковуни, канал Ковуни Мюзик, и сегодня мы будем говорить с вами о новом альбоме, наконец-то, новом альбоме Дипешмот, Memento Mori. До этого мы с вами уже говорили об этом альбоме, а именно о синглах, о двух синглах, это My Cosmos Is Mine и Ghosts Again, поэтому мне бы не очень хотелось повторяться, потому что я там и про историю создания альбома немножко поговорил, и в принципе мы эти песни разобрали, поэтому кто хочет, скажем так, посмотреть конкретно про эти два трека, то, милости просим, это видео совсем недавно на этом канале вышло. Вот. А так, сегодня уже, скажем так, мы получили полное представление об этом альбоме, и некоторые вещи, которые я предполагал, они сбылись, что интересно. Я читал несколько интервью, смотрел несколько интервью, в том числе совсем новое интервью для Apple Music, и Дэйв с Мартином, правда, там ничего нового особо не сказали, вот, от слова совсем, но единственный момент интересный, это то, что Мартин подтвердил, он действительно на этом альбоме крайне прямолинеен, и, в общем-то, считает, что простота этому альбому к лицу, и он хотел петь и говорить ровно о том, о чем он думал. Это та идея и та мысль, которую я предполагал до этого еще, когда про сингла рассказывал, и вот она, в общем, действительно подтвердилась. Вот. В остальном я прослушал альбом несколько раз и написал себе, скажем так, тезис на некоторые штуки по каждой песне. Вот. И это будут мои личные интерпретации. Обычно, когда я рассказываю про альбомы культовые, скажем так, я, естественно, беру и свои личные эмоции, впечатления, и еще много чего рассказываю про историю вообще создания, и про то, что люди уже успели сказать. Но сейчас Дэйв с Мартином особо ничего не успели сказать про эти песни, поэтому в основном мы будем, не знаю, основывать наше повествование на том, что я сам почувствовал. Может быть, где-то я буду прав, и они вот именно это хотели сказать, может быть, нет. Это не важно. Важно то, как лично вы интерпретируете эти песни, и какие эмоции они у вас вызывают. Вот я сегодня просто расскажу о своих эмоциях и то, как я понял этот альбом. Если у вас есть собственное мнение и видение, сначала напишите его в комментариях, а потом уже посмотрите мое видео для того, чтобы не испортить моими интерпретациями свои собственные интерпретации. А я чужие с удовольствием бы посмотрел и посмотрел. Посмотрел, точнее, и послушал. Ну и посмотрел тоже. Итак, давайте пройдемся по песням и по общему ощущению. Ну, про первую песню My Cosmos is Mine я уже сказал в предыдущем видео, но хочу добавить, что Дэйв отметил эту песню как свою любимую в интервью Apple Music. И это интересно. И, честно говоря, я пока склоняюсь не то, что к тому, что она моя любимая с альбома, но в любом случае для меня она очень знаковая, так как я к ней привык и послушал ее десяток раз. В отличие от остальных песен, пока что она действительно для меня номер один. Но, тем не менее, появились треки, которые могут конкурировать. Что общего я хотел бы сказать в первую очередь, это то, что альбом хороший. Это для меня в любом случае лучше, чем спирит музыкально, ну и по лирике тоже. То есть я этот альбом гораздо лучше понял, мне кажется, прям с первого раза. Плюс еще прямолинейность Мартина Гора, я думаю, помогла этому. Вот. И в целом те вещи, которые он рассказывал в спирите, я не совсем тогда еще все разделял. Не по всем, скажем так, пунктам был с ним, может быть, согласен. Здесь как-то мне все это ближе. И звучит этот альбом действительно гораздо более, как сказать, не то, что был скурный, но здесь даже больше дипешмода, такого 80-х, скажем так, нежели чем в предыдущих альбомах. Хотя, опять-таки, повторюсь, Дельта Машин – это один из моих самых любимых альбомов дипешмода. Но, тем не менее, по звучанию все очень хорошо, реально. То есть сначала, когда я услышал My Cosmos is Mine, я думал, здесь будет вообще что-то очень креативное, такое необычное, но на самом деле для меня этот альбом, скажем так, по звучанию менее экстраординарен. Не то, чтобы мини-креативный, а именно мини-вычурный. То есть он более простой, более простая мелодика, более простые биты, подходы. Он действительно, как и тексты, прямолинеен. Так что музыка полностью отражает те тексты, которые мы имеем. Это не хорошо, не плохо, это как есть. И тут уже кому больше чего нравится. Я, например, люблю эксперименты типа Аля Дельта Машин или Playing the Angel, всякие необычные синтезаторы какие-то звуки. Мне это нравится, лично мне. Но я также очень люблю дипешмод времен Music for the Masses, как-то ноу-проблем. Для меня и то, и то хорошо. Здесь уже как пойдет. Но мне кажется, этот альбом зайдет многим. Мне вот кажется, вот-вот он стрельнет. И вот сейчас многие будут писать, что это вот тот дипешмод, который мы ждали. Потому что здесь есть песни даже целые. Прям вот она синтепопская. И это круто. А какая песня синтепопская? Вторая. Мы уже говорили, поэтому про вторую теперь песню продолжаем. Скажем так, песню Wagon Thun. И она мне прям очень, очень напомнила дипешмод восьмидесятых. Прям реально. У меня был впечатлень, как будто я включил песню. Вот типа, блин, с Music for the Masses. Не знаю, с чем это связано. Может, это моя личная... Я думаю, это моя личная ассоциация. Но так уж получилось. Это не специально. Текст интересный. I'll meet you by the river. Maybe on the other side. Это встреча у тебя, может быть, около реки или на другой стороне. И ты... Я думаю, это тяжело принять, когда ты смотришь, как умирает еще один ангел. Другое солнце взойдет. Другой день придет. Ты сможешь найти меня. Я буду ждать, пока не кончился этот день. Я думаю, что здесь, в принципе, если говорить в общем и целом об альбоме Memento Mori, естественно, он в первую очередь, мне кажется, про принятие собственной смертности. Понятное дело, что повлияла информация о том, что Мартин Горр стукнул в 60, и он в интервью сказал, что это повлияло на него. И он действительно понял, что он смертен, скажем так, и осознал это в полной мере. Но со второго трека это очень хорошо слышно по тексту. В первую очередь, то, что, в принципе, альбом, естественно, про собственную смертность. И вот здесь, мне кажется, это еще про вообще про тяжесть того, что когда мы взрослеем, мы все чаще видим, как близкие люди умирают. Как умирают друзья, которых мы знали с детства. Естественно, здесь, я думаю, отсылка к Флетчеру есть такая элегантная. То, что еще один ангел умер. И вообще по жизни я, например, разговаривал, когда со своими близкими людьми уже, которым 70+, скажем так, с дедушками, бабушками, это действительно становится тяжело и даже в какой-то мере страшной рутиной узнавать новость о том, что еще один человек умер, которого они знали когда-то. Или был он близок, был он не близок, неважно. Просто круг тех людей, которых ты знал за всю свою жизнь. Этот пул людей, о которых ты, может быть, не знал в полной мере все за последнее время, но тем не менее ты, может быть, интересовался ими, ты их помнишь. И вот этот круг, он сужается. И это по-своему рутинно и страшно. Я думаю, что эта песня об этом. Третья песня это Ghost Again. Ну, здесь я тоже все рассказывал в предыдущем видео. И могу только лишь добавить еще раз. Эта песня про то, что мы скоро станем призраками. Опять-таки про принятие собственной смертности. Но я не уверен, что это негативное принятие смертности. Потому что я, в принципе, не заметил очень сильного негативизма, какого-то там невероятного в этом альбоме. Типа, мы все умрем и все такое. Мне не кажется этот альбом негативным. Это очень важный момент. Когда видишь обложку Мемента Мори с названием, да, и два вот ангела и так далее. Думаешь, блин, ну сейчас тут все. Тут сейчас будет, короче, кладбище, цветы, венки. Вот это все. Мы все умрем, до свидания. На самом деле нет. Альбом оказался нифига не таким уж депрессивным. Что удивительно может быть. Но мне кажется, этот альбом как раз таки про радость того, что мы все-таки живы. Немножко сполернул, потому что хотел в конце сказать. Но ничего. Вот. Так что, вот косы гены я так воспринимаю. Далее. Специально ли есть отсылки в этом альбоме, к предыдущим альбомам, типа «Don't say you love me» или там «Never let me go» здесь, а вы сами знаете, есть песня замечающая «Never let me down». Не уверен. Честно, мне кажется, это просто совпадение, но прикольно. «Don't say you love me» интересная песня на самом деле. Она мне почему-то напомнила песню Мэрилина Мэнсона «Deep six», где он сравнивал противоположности. Типа, ты мягкий воск, а я словно пуля, прохожу сквозь тебя и вот эти вот все дела. Здесь вот что-то похоже. «You are anesthetic, I'll be the scream, you'll be the promise, and I'll be the end of your dreams». То есть ты анестетик, а я буду криком, ты будешь обещанием, а я буду концом всех твоих мечт. Поэтому не говорю, что ты меня любишь, потому что ты никогда меня не полюбишь. Ты будешь цветами, которые кто-то послал, любовник послал, а я буду прощальным письмом, которые спрятаны в этом букете. Ты певец, а я всего лишь песня. Ну, все вот это вот. Блин, это прикольно. Мне еще это понравилось с Мэнсонских альбомов. Альбома. На каком-то альбоме-то было. Не «Pale Emperor» или «Pale Emperor». Да, «Pale Emperor». Все, вспомнил. Вот. И здесь это тоже работает хорошо. Эта песня, в принципе, про противоположности. И вообще в этом альбоме много будет про любовь чего. Это тоже, я думаю, не случайно. А потом попозже сейчас объясню, почему я так думаю. Вот. И здесь я воспринял эту песню. Понятное дело, что про противоположности и так далее. Но здесь очень часто повторяется, не говоришь, что любишь меня, потому что меня никогда не полюбишь. Мне кажется, это про то, что в отношениях люди рано или поздно любые маски срываются. В отношениях жизни и так далее. То есть, так или иначе, всегда человек приходит к тому, что маски срываются. Ты не можешь вечно врать, ты не можешь вечно скрываться, ты не можешь вечно прикидываться кем-то еще. И вот мне кажется, песня об этом. Потому что в том числе в отношениях между двумя людьми рано или поздно, если на самом деле там нет любви настоящей, это вскроется. Мне так кажется. Возможно, это еще про то, что любая любовь может прийти к концу. Либо смертью одного из партнеров, либо по каким-то другим причинам. И поэтому всегда в отношениях и в любви есть такая некая эпическая драма по-любому. То есть, даже если вы друг друга любили всю свою жизнь, так или иначе, вам придется расставаться в конце, потому что кто-то из вас умрет. Для меня это тоже трагедия, но что поделать, такова жизнь, и это надо принимать. Хотя это мега грустно для меня, очень сильно. Но мне так кажется, что песня вот об этом. Она немножко в таком еще вальсовом, немножко в таком стиле романса, скажем так. Мне это понравилось. Хорошая песня. Хотя плохих тут и нет. Пятая песня My Favorite Stranger. Мой любимый незнакомец. Ой, вот эта вообще мне песня понравилась. В том числе по тексту, музыке и так далее. Я не знаю, что мне другие не понравились. Я сразу ее как для себя отметил. Вот, мне кажется, судя по тексту, Some perfect stranger sneaks on tiptoes stills my shadow and goes where I go. То есть, какой-то идеальный незнакомец прокрался и украл мою тень, и начал идти ровно там, где хожу я. Это очень прикольно. Мне кажется, что эта песня про осознание самого себя, как внезапно, как незнакомца. То есть, и возможно, эта песня о том, что человек потерял самого себя, ему уже кажется, что вместо него ходит незнакомец внутри него и управляет всем. Говорит, как вот здесь по тексту, да? Этот незнакомец говорит, когда я говорю, он ходит словно по пятам и разговаривает в моем сне. Мой любимый незнакомец стоит ровно там, где я стою и совершает преступление, оставляя кровь на моих ладонях. Это круто. Мне кажется, что эта песня про потерю самого себя. Может быть. Может быть, про что-то еще. Может быть, эта песня про некого призрака, как Ghosts Again, да? То есть, про, опять-таки, некую свою смертность, который, вот этот образ смерти, который рядом с тобой все время ходит, вот оно внутри нас. То есть, по сути, смерть, она же внутри нас. Это как бы никто-то, кто-то слева приходит, ее как бы организует в нормальной жизни. То есть, оно все это живет внутри нас, и мы начинаем самоуничтожаться, по сути. То есть, возможно, это некий вот этот незнакомец, который вот ходит. Возможно, из-за того, что здесь слово perfect, идеальный незнакомец, возможно, это все-таки про принятие себя, потому что никто не может понять нас лучше, чем мы сами. Может, это вообще про это. А может, вообще, просто про сумасшедшего человека, который просто поплыл головой, и теперь он смотрит на себя со стороны. Это называется вообще, если такая психотерапия, это болезнь есть в психотерапии, психиатрии, точнее. Вот как она, деперсонализация, что ли. Ну, в общем, может быть, у человека просто деперсонализация. Окей. Шестая песня, Soul With Me, Душа со мной. Это потрясающая баллада уже, классическая. Культовая баллада. Она уже культовая, потому что это от Мартин Гора, по-любому культовая. Вот. Для меня это разговор с самим собой. Вот. И в каком-то смысле для меня песня Soul With Me – это продолжение песни My Cossess Is Mine. И здесь вот как раз принятие смертности, оно вот так скристаллизировалось вот в этом тексте, вот в этой песне. Я говорю со своей душой внутри меня, я говорю со своей душой. Я готов принять последние страницы своей жизни, дать последний прощальный поцелуй своей клетке, которая, своей земной клетке. И я взбираюсь по золотым ступеням куда-то вверх, там, в небеса, да. Ну, вот, мне кажется, здесь прям прямиком текст, вот, что человек готов, человек принял, человек это осознал. Там еще будет продолжение песни My Cossess Is Mine, но об этом попозже. То есть, блин, это круто. Седьмая песня Caroline's Monkey «Обезьянка Кэролайн». Интересная песня, я не сразу ее догнал, честно говоря, несколько раз пришлось прям глубоко, серьезно, внимательно переслушать, внимательно подумать. И мне показалось, что образ обезьянки, некого персонажа по имени Кэролайн – это страх жить. Мне так показалось, что эта песня о том, что человек боится, вот этот Кэролайн, девушка, женщина, она боится по-настоящему жить, она боится принять жизнь такую, какая она есть, боится принять все стороны, все краски жизни в себя впитать. И вот, мне кажется, обезьянка – это символ страха жизни. Плюс текст «Fading is better than failing, falling is better than feeling». То есть, угасать – это лучше, чем ошибиться. Падать – это лучше, чем чувствовать что-либо. Уклонение, уход в сторону – это лучше, чем потеря. И починить что-то – это лучше, чем излечиться. Поправить что-то – лучше, чем исцелиться. Мне кажется, это вот об этом пространство жить. Мне так кажется. Восьмая песня – «Before we drone», то есть «До того, как мы утонем». Мне кажется, эта песня о том, что мы в любом случае должны двигаться дальше, несмотря на то, что мы прекрасно знаем, какой будет конец. и что взлеты и падения – это нормально. И что в прошлое вернуться невозможно. Честно, песня мне дала картинку. Я вообще люблю придумывать картинки, когда я прослушиваю песни. Мне очень нравится это ощущение от песен, когда у тебя нет клипа какого-то, какие-то там арт-пространства, арт-объектов, которые может посмотреть, которые намекнут тебе, о чём песням. Вот я люблю слушать песню, представлять что-то. И вот здесь я представил некий заброшенный дом пустой в прошлом, как будто на машине времени вернулся туда, в своё прошлое, но, к сожалению, там всё заброшено. То есть дороги назад нет. И дома-то толком уже нет. И в итоге стоит вопрос, а дом-то это чего? Это где? Это куда? Это когда? Это в каком времени, в каком пространстве на самом деле твой дом? Теперь и сейчас? И вот у меня вот прям локации из прошлого, локации прошлого дома, детского дома. Вот они какие-то мне такие картинки в голову пришли. Текст Абин, я думал, по-прусски сразу, я думал, что я смогу вернуться домой, но если это произойдёт, то что там будет? Ты, да и я? Да. У меня есть ощущение, что мы больше не на одной стране, и у нас есть дистанция между мной и тобой. You and I. Не you and me, но you and I. Мне кажется, тоже разговоры таким самим собой или с тем, кто уже, кого уже нет. У меня локация почему-то про детский дом. Это я не знаю. Про дом детства, когда, куда. Всё. Этого не вернуть. Девятая песня. People are good. Люди хороши. Люди хорошие. Мне эта песня показалась неким продолжением всей тематики альбома Spirit. То есть снова Мартин заявил о том, что в людях он разочарован по-прежнему. Потому что люди хороши, я стараюсь это произнести, люди хороши, продолжают дурить самого себя. То есть мы убеждаем самих себя, что люди всё-таки окей, хотя на самом деле нет. Мне кажется, это вот прежнее разочарование Горовское. Здесь до сих пор оно присутствует. Люди не меняются на самом деле в своей сути. Десятая песня Always You, Всегда Ты. Вот здесь вот важный момент. Десятая, одиннадцатая, двенадцатая песня, завершающий альбом, мне кажется. Я их прослушал на одном дыхании, и они мне показались одним целым. Все три песни, по сути, в каком смысле любви, некоторые прямее, некоторые кривее, но они о любви. Always You, она реально прямолинейна. Она проста в своём тексте, и в этом её прекрасность, если есть такое слово. Единственное, что осталось понять, кому конкретно обращается лирический герой этой песни. Моя любовь, слов больше нет. Моя любовь, жизнь слишком абсурдна. Моя любовь, я не смогу объяснить мою любовь, почему везде правит безумие. И вот есть Ты, слава Богу, есть Ты, та, которая приведёт меня из тьмы. Мы будем стоять, мы будем падать, мы будем двигаться дальше, перед тем, как мы утонем. Слово, снова, слово утонем, да? То есть, эта песня о том, что всегда, независимо от того, что бы с нами плохое не происходило, есть то место, где нас любят, и благодаря кому или чему мы можем все тягости жизни в общем-то вместе пережить. Соответственно, одиннадцатая песня «Let me go», она, мне кажется, продолжает идею предыдущей песни «Никогда меня не отпускай». Она тоже очень прямолинейна. Я жду твоей любви, я знаю, что ты хочешь в меня. Когда твое тело недостаточно, то начинают играть наши чувства. Мне кажется, это всё та же тематика, что любовь как образ уже это нечто, к чему мы привязываемся, помимо всего прочего, но к чему мы, то, что держит нас на плаву, вера, чего стоит жить. И вот песня «Новелэт Медауни», «Камя не подводя, теперь никогда не отпускай». Есть ли в этом какая-то логика или какой-то мостик между ними, я не знаю. Но можно об этом подумать, это интересно. И двенадцатая песня «Speak to me», «Поговори со мной». Она очень прямолинейна. Опять-таки её написал Дэйв Гаан. И эта песня завершает, подводит некую черту. То есть, «Поговори со мной, я последую, я услышу, я слышу, как ты зовёшь меня по имени, я лежу на полу в ванной, и мне некого больше винить. Я хочу найти месседж, который скрыт, я слушаю, я очень внимательно слушаю и слышу твой звук». Вот это интересная история. Мне кажется, этим альбомом Дипиш Мод хотели показать некоторый путь от собственного я по песне «My Cosmos is My», потому что песня достаточно эгоистичная, скажем так. И нас, как бы, Дипиш Мод приводит к мысли о том, что так или иначе нам нужен близкий человек. К мысли о том, что любовь важна. К мысли о том, что несмотря на то, что мы умираем физически в одиночку, мы не умираем в одиночку духовно, ментально, как угодно, спиритически. То есть, в любом случае рядом с нами кто-то есть. Или же рядом с нами кто-то будет там. Если вспомнить песню мою «Вагентан», там, к примеру, и так далее. И мне кажется, в этом альбоме есть намеки на то, что Гор, Мартин Гор, дает надежду, что на той стороне кто-то будет нас ждать. И поэтому последние три песни, они про любовь, про разговор, про близость. То есть, это определенный позитив, скажем так. То есть, принятие себя, принятие своей смертности сквозь альбом мы проносимся через это путешествие и нас приводит к тому, что все-таки одни мы не будем. Я воспринял этот альбом так. Возможно, еще эта песня «Speak to me» намекает на то, что намекает на разговор с Богом, возможно, или с чем-то, не с этой планеты, с чем-то, что на другой стороне, скажем так. А возможно, месседж в Бугл группе был в том, что на этой планете Бог живет в любви. и это прекрасно. Может быть, любовь – это действительно и есть Бог. И такая близость тоже важна. Не знаю, посмотрим. В общем, такие у меня ощущения от альбома. Я надеюсь, вам понравилось и надеюсь, эти мои интерпретации не помешали вам реализовать свои собственные интерпретации. Но так или иначе, если вам понравилось и нравятся такие разборы, нравится, как я веду эти вещи, эти видео, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, и мы будем слушать с вами новую хорошую музыку. И вы тоже всегда слушайте хорошую музыку. И держитесь. С вами был Антоник Кавуник, канал Кавуник. Кавуник. Пока.